Сегодня, как и тогда, 7 февраля, прибывает первый блокадный поезд с большой земли, доверху груженную маслом на станцию Санкт-Петербург-Фильнянский. Короче, всем привет, и сегодня мы смотрим реконструкцию прибытия первого блокадного поезда на станции Санкт-Петербург-Фильнянский. Во главе состава находится паровоз СО-18, временно заменяющий паровоз ЭУ. Дорога Победы по маршруту в Шлисербург-Поляны начала строиться 18 января 1943 года, и 7 февраля здесь начали курсировать поезда. В среднем курсировало около 16-25 составов в сутки. Длина самой дороги была около 33 километров, но в середине апреля решили построить два лишних километра объездного пути, и с того момента стало курсировать по 35-40 поездов в сутки. Именно по железной дороге больше всего везли продовольствие в осажденный город. Всего прошло 5440 поездов. Как и тогда, поезд бывает в тронусную обстановку. Из теплушек выходят солдаты, которые первыми пересекли Дорогу Победы. Благодаря храбрости и мужеству этих солдат, мы смогли прорвать блокаду Ленинграда. Разрыв в кольце составлял примерно 10-11 километров. Но это не помешало нам за 18 дней построить Дорогу Победы. Дорогу Победы. А волхостроевские железнодорожники доставили сегодня вам первый поезд с большой земли. Ура, товарищи! Ура! Ура! 80 лет назад наш город был полностью освозил от вратской блокады, которая длилась страшными 872 дня. Это действительно были страшные дни Дни побед, поражений, борьбы, мужества, объединения людей И мы по пескам зажигалки тушили И к неве за водою ходили И родных канонерской свозили Нет, нельзя это все забывать Кто в блокаду здесь в городе не был Не смотрел в это черное небо Не пробовал этого хлеба Никогда вас не сможет понять Ленинградцы, Ленинградцы Музыка тех времен живым оркестром дополняет эту высовку прям как надо Для особых людей с приглашением был создан специальный экскурсионный тур Страна Ладожского озера на фирменном электропойзе «Ласточка» Спасибо огромное Финляндскому вокзалу за такую живую и антуражную реконструкцию Этого воистину знаменательного события Теперь давайте зайдем в кабину паровоза СО-18-2018 Воистину лимитарной машины Как видите, здесь находится опытная бригада людей из ТЧ-12 паровозного депо Санкт-Петербурга Увесистая печь, куда засыпают угол Огромный котел, наполненный водой Рычаги и датчики для регулирования температуры Аромата горящего угля Конечно же, всего этого будет мало для того, чтобы описать кабину паровоза А вот и тележурналисты, которые берут интервью нашего машиниста Вот эта ласточка, посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда Поедется на Ладожское озеро, как я сказал раньше Между прочим, эти два зеленых вагона с двумя теплушками посередине Хранятся на базе запаса в паровозном музее Шушары Эх, славно отметили этот праздник Ну что же, дорогие зрители, всем спасибо за внимание и до новых встреч!